Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Рада всех видеть. Меня зовут Ханна Кейла. Мы с вами не виделись. У нас был с вами Барухашем, праздник Шавуот. И всё, сегодня мы возвращаемся в наш обычный график. У нас с вами сегодня, что у нас, вторник. И мы позанимаемся на тему военной стратегии. Всем шалом, здравствуйте, добрый вечер. Военные стратегии. Мы с вами изучаем сегодня 31-ю военную стратегию. Здравствуйте, здравствуйте. И будем разговаривать сегодня с вами про благодарность. Тема вам может показаться заезженная, но мы попробуем её открыть с какой-то той стороны, возможно, с которой вы ещё про неё не слышали. И помимо того, что написано здесь, в этой книге, авторства Рэба Ценцепоры Хеллер, я добавлю что-то, что я слушала в других лекциях, например, по Раби Нахману и по Раби Шалому Арушу. Поэтому будет сегодня немножко сборная солянка, но вы узнаете истинную силу благодарности и на что способна благодарность в духовном мире. Нам кажется, на что она способна, скажем так, в физическом мире, да, мы знаем. Очень часто многие вещи нам делают, допустим, в жизни лень. Нас куда-то пригласили, что-то попросили. Однако, если мы действуем из благодарности, скорее всего, мы это сделаем. Ну, какой-нибудь простой пример. Да, вас пригласили, я не знаю, на Бритмилу, на день рождения, куда-нибудь, на какой-то праздник. И вы не хотите туда идти. Ну, у вас есть другие дела, либо вам лень, либо ещё какая-то история. Но когда человек испытывает благодарность, допустим, к родителям этого ребёнка или этот ребёнок сам непосредственно, не знаю, там, добрый, хороший мальчик, очень там как-то вам там сильно в какой-то ситуации помог. Короче говоря, вы испытываете некоторое чувство благодарности. Вы соберёте себя в кулак, в кулачок, и пойдёте на это мероприятие, пойдёте и будете делать то, что нужно. Почему? Потому что благодарность, она открывает какие-то в нас двери, которые, возможно, при любых других обстоятельствах могли бы быть и закрыты. То же самое, та же самая схема, дорогие друзья, происходит и на небесах. И люди очень часто, им кажется, что они не слышат ответы на свои молитвы, не получают те ответы, которые хотят, либо что их вообще там сверху никто не слышит, с ними никто не разговаривает, никому они не нужны. На самом деле есть момент, в котором мы все, скорее всего, недорабатываем, и это момент благодарности. Короче говоря, вот сегодняшний урок Безратошем у нас будет посвящён именно этой теме. Начинается здесь объяснение с вот с чего. Рамхаль, Рабимуши Хаим Луцата, говорит о том, что благодарность убивает лень. Да, мы в предыдущих уроках с вами обсуждали тему того, что у Ецерара, у нашего дурного начала, которое только нас пытается сбить с правильного пути. Один из таких серьёзных инструментов — это что? Это лень. Когда нам лень что-то делать? Теперь пишет Рамхаль в главе 8 Месилат Ешарим, что может укрепить и пробудить Тузил, как бы наше желание такое, наше желание что-то делать, да, как-то действовать. То есть это наше наблюдение за тем хорошим, что Кадош Паруху, то есть сам Всевышний, делает по отношению к нам и по отношению к другим людям в каждый момент жизни человека от момента рождения до самого последнего момента, да, до смерти. И чем больше мы в состоянии всматриваться в вещи, которые нам в жизни даются, и в то, что нам Всевышний, грубо говоря, ну вот так, простёртую рукою, да, не в зависимости, мы хорошие, плохие, делаем то, что Он говорит, не делаем то, что Он говорит, просто по своему милосердию, чем Он нас наделяет, тем больше мы в состоянии испытывать чувство благодарности. Почему? Потому что мы никаким образом, никак не в состоянии Ему отплатить. Да, если человеку другому, нам кто-то что-то сделал, и нам кто-то пирожок испёк, а мы ему яблочки запекли, там, не знаю, принесли, кто-то нам спинку почесал, и мы ему почесали. Да, то есть иногда бывает, что люди пытаются Вам отплатить как-то тем же, вот испытывая чувства, ну не то чтобы там долго, но хотят в ответ что-то сделать хорошее. Есть ли реально у человека шанс что-то сделать для Бога приблизительно хотя бы в том же объёме, в котором Он делает для нас? Нет, у нас нет такой возможности. У нас есть ровно один инструмент, который мы можем вообще каким-то образом сообщить Ему, что мы, а, заметили, что Он для нас делает, б, довольны этим, да, там, в, нам это нравится, мы понимаем, что это для нашего блага, нам хорошо с тем, что Он для нас делает. И, короче говоря, говорит Рамхаль, что благодарность — это один из самых больших мотиваторов что-то вообще в жизни делать. Ну вот, условно, если человек, вот каждый из нас задумает, подумает на тему того, что вот многие из нас здоровее, да, чем некоторые, возможно, другие люди, мы об этом не задумываемся, возможно, в повседневной жизни. Ну можно задуматься и решить, что раз я здоровее, значит, у меня есть потенциал больше делать каких-то вещей физически, непосредственно куда-то пойти, где-то помочь, что-то сделать, да. И я благодарен за то, что у меня есть эта возможность, за то, что я там, возможно, просыпаюсь каждое утро, у меня не болит там, да, ничего. Есть люди, которые ложатся с болью и с болью просыпаются. И очень много за что можно быть благодарным. Значит, что рекомендуют? Я сначала вам расскажу о том, что говорит Раба Цинципора Хейлер, а потом мы перейдем к тому, что говорит Раби Натан и Раби Нахман. Раби Натан — это был ученик Раби Нахмана, один основной, который записывал за ним. И в какие-то более такие, более тонкие, чуть-чуть попробуем с хасидским уклоном перейти в материи. Но пока что, скажем так, рекомендуется, друзья, завести себе блокнотик, купить какую-то тетрадочку или купить какой-то блокнотик, чистенький, новенький, открыть чистую страничку, расчертить ее по горизонтали, вот так. Теперь выше этой черты, наверху по горизонтали, это упражнение предлагается на каждый день. Написать, что с вами произошло сегодня с той точки зрения, что Всевышний, либо что люди, с которыми вы сегодня соприкоснулись, люди равно шалиехи, то есть агенты, посланники Всевышнего. Человек, Бог нас использует очень часто, друг для друга мы являемся шалиехами, доставляем хорошие новости, доставляем плохие новости, доставляем друг другу приятности и неприятности друг другу доставляем. Мы все шалиехи здесь друг для друга. Да, поэтому над чертой сверху мы пишем, что хорошего, доброго и приятного за сегодняшний день для нас сделал Всевышний или люди, вот что нам приходит в голову. И дальше под чертой мы пишем свою на это реакцию. Это может быть эмоциональная реакция. Мне было хорошо, мне было приятно, мне было, айс, найс, не знаю, очень классно, круто, просто отпад, и я блаженное удовольствие испытал, или я еле заметил вообще, или это может быть что-то, я сказал спасибо, я улыбнулся в ответ, я ответил ответным комплиментом, я уступил место, не знаю, я сделал какое-то действие. Это мы пишем под чертой. И то упражнение, которое даётся в книге здесь, оно таким образом, что нужно записать хотя бы пять вещей, ну пять. Эти вещи не должны повторяться. Это упражнение на то, чтобы учиться замечать, что с нами в жизни происходит, потому что очень часто мы так заняты процессом и обдумыванием, что с нами уже было, либо что с нами происходит, ну какая-то ситуация, негативные что ли какие-то, да, какие-то моменты, над которыми надо ещё поработать. И мы начинаем прокручивать в голове всё время одну и ту же пластинку, как мы сейчас будем работать над какой-то ситуацией, возможно, которая вообще не наша война, и мы непонятно, как будем, нужно ли нам в этом принимать участие. Вот, значит, упражнение в том, чтобы сфокусироваться на чём-то, что имеет к нам отношение и что-то, и это что-то, что-то хорошее. Попробовать это делать на протяжении месяца. И написано, что таким образом вы будете, фокус в том, чтобы не повторяться, да, ещё раз, не писать одни и те же вещи. И таким образом мы можем научиться замечать какие-то вещи, которые не замечали раньше, и понимать, что на самом деле с нами происходит ежедневно огромное количество каких-то хороших вещей. И через это нам будет гораздо легче благодарить Всевышнего. Потому что если мы уже заметили что-то хорошее, поблагодарить за это гораздо легче, чем как если вы не замечаете, и тут приходит Тора и говорит, друзья, вы должны благодарить. Нет, да, лучше, чтобы вы стояли на какой-то почве твёрдой, то есть у вас были конкретно непосредственные артефакты того, что Всевышний про вас помнит и обращает внимание на вас и на вашу жизнь. Вот пишут, что ничего нет хорошего. Хорошо, я приведу пример, который приводится здесь в книге. И вы поймёте, может, в каком направлении думать. Например, человек пошёл, помыл машину. Бывает, да? Благодарность начинается с того, что ты можешь благодарить о том, что теперь, во-первых, у тебя есть чистая машина теперь. То есть у тебя были деньги на то, чтобы эту машину отвезти в мойку. Человек, который её помыл, хорошо справился с задачей. У тебя теперь там чисто, тебе приятно, комфортно и хорошо. Можешь быть благодарным за то, что, в принципе, ты удостоился в этой жизни иметь какую-то дорогую материальную вещь, которая делает твою жизнь комфортнее, делает твою жизнь удобнее. Ты можешь больше чего-то сделать в течение дня, чем ты бы мог без этого, не знаю, транспортного средства. Вы можете быть благодарным за то, что, не знаю, там, ваши родители в какой-то момент времени помогли вам заплатить за водительские курсы, и вы получили права, а заодно параллельно вспомнить, что ваши родители не только это вам дали, а ещё многие другие вещи. Либо, я не знаю, либо ваш друг вам поддержал идею получения вами водительских прав, как-то, не знаю, помогал вам учиться, сам катал. Я помню, допустим, у меня на работе был сотрудник и в юридическом отделе в обеденный перерыв. У нас обеденный перерыв был час, но из них полчаса он занимался тем, что учил меня, допустим, водить. Я очень за это благодарна, и это было очень прикольно, очень для меня полезно, и делал большое дело. Есть за что быть благодарным. Человек мог бы в это время сидеть там и листать свой телефон, а не помогать, там, не знаю, сотруднице освоить руль, наконец-то. Вот, ну, у кого-то это могли быть не сотрудники и не друзья, а могли быть там родители или кто-то, кто-то. Короче говоря, любое действие, оно может быть расписано, да, и найти, ну, нужно лишь разуть глаза и внимательно постараться посмотреть, даже на простые бытовые вещи. Вы пришли домой, вы устали, вам кажется, что всё плохо, потому что вы устали, и вы хотите есть, и потому что ещё кто-то на работе что-то вам сказал. Но вообще, если на это посмотреть с другой стороны, вы пришли, у вас есть дом, значит, да, раз вы куда-то пришли, вы упали на диван, значит, у вас есть диван, если вы пришли с работы и устали, значит, у вас есть работа, если вы хотите кушать и знаете, что дома есть еда, это значит о том, что у вас дома есть еда и есть за что быть благодарным. Так было вообще не всегда и не у всех поколений. И на вас надета какая-то одежда, у вас дома, скорее всего, тепло, скорее всего, есть ещё какие-то люди, кроме вас, которые являются вашими близкими, вашими родственниками, с кем вы делите эту жилплощадь и с кем вы состоите в каких-то отношениях. Скорее всего, они тоже к вам испытывают какие-то тёплые чувства. Это всё можно разворачивать, 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 как это unfold, из одной папки в другую, в другую, в другую переходить. Если совсем туго, у меня нет никого, квартира съёмная, значит, всё, работы нет, ничего, друзей нет, родственников нет, ничего. Копните в другую сторону. Хорошо, вы смотрите по сторонам, вы что-то видите. У вас, значит, есть прекрасно, не знаю, работает зрение, вы видите двумя глазами, вы различаете цвета, вы различаете формы предметов, вы способны видеть в глубину, вы видите в объёме, вы можете видеть, если какая-то опасность приближается, вы можете видеть, чтобы читать, чтобы получать какое-то интеллектуальное, эмоциональное наслаждение. Есть люди, которые не могут себе этого позволить. Если вы видите, например, не очень хорошо, как я, вы можете быть благодарны за то, что, господи, кто-то придумал очки, и это так прекрасно, и теперь я могу надеть очки и прозреть, так сказать, утром встаёшь, вообще всё тебе там, картина, моне перед глазами, краски блеклые и расплывчатые. Потом, значит, надеваешь очки, и, боже мой, кто-то же это придумал, да? Либо, если опять вернуться к машине, машина сама по себе там очень комфортная, очень красивая, очень сложно устроена. Люди, у которых больше интеллектуальных, не знаю, там, способностей, или на это больше учились, для вас что-то сделали, вы теперь этим пользуетесь. Баруха Шем, что есть люди, которые, что нам не нужно рассчитывать только на все свои силы в этом мире, есть множество людей, которые в чём-то лучше, умнее нас, и мы обмениваемся своими знаниями, своими умениями. Баруха Шем, что это происходит. В общем, теперь, почему так важно тренировать эту благодарность? Хорошо. Почему это реально важно? Почему, с точки зрения, мы пойдём немножко в сторону такой глубокой духовности чуть-чуть. Говорится о том, что Бог создал ночь перед днём. Бог создал ночь перед тем, как мы создали день. Окей? Что это обозначает? В еврейской традиции вы знаете, что сначала наступает ночь, и был вечер, и было утро, да, день первый. Вечер всегда символизирует что? Эмуна, да, то есть вера, доверие Всевышнему, вера. А что наступает утром? Утром — это когда ты всё ясно видишь, это едеда, это знание. Всегда в иудаизме будет вера предшествовать знанию. Ещё раз, Бог создал ночь до того, как мы создаём день. До того, как мы создаём день. И поэтому многие из нас тратят огромное количество усилий и пытаются приумножить эти усилия, например, для того, чтобы понять какую-то ситуацию, в которой они застряли. Знакома, да, ситуация? Мы сталкиваемся с чем-то, это что-то больше, чем наше понимание. И мы начинаем вкладывать двойное усилие в то, чтобы пытаться вот, блин, раскусить, почему именно так, вот как же, как же, как же, так же. Иудаизм говорит, что не нужно пытаться понимать Всевышнего, нужно поставить на первое место, потому что так состоит мироздание. Не нужно пытаться его переделать, потому что вы просто устанете. Не будет никакого другого эффекта. Вы расстроитесь, потому что не сможете, и устанете, потому что не сможете, и будете просто буксовать на одном месте. Лучше просто понять, как это работает. Сначала идёт эмуна, сначала идёт ночь. Ночь идёт перед днём. Эмуна идёт перед пониманием. Для начала доверьтесь, что всё, что происходит, оно происходит для нашего блага. Вот то, что происходит с вами, происходит для вашего блага. То, что происходит со мной, происходит для моего блага. Это очень сложно понять, но легко поверить, попробовать, по крайней мере. Мы привыкли думать, что жизнь происходит со мной. Со мной случилось это, со мной случилось то, со мной происходит вот это. Жизнь в такие меня позы ставит, как это страшно, как тяжело. На самом деле жизнь происходит не со мной, а происходит для меня. И это такая ошкафа, такой подход, с которым имеет смысл смотреть на ситуации, которые с нами случаются. С нами не всегда случается что-то очень приятное. Однако мы должны понимать, что это происходит не со мной, это происходит для меня. Абсолютно всё происходит для меня. И третье, что нужно знать, это о том, что наша задача в этом мире — короновать короля. Есть король, творец этого мира. Наша задача любого человека в этом мире — короновать его и говорить, да, ты всем управляешь, мы здесь для того, чтобы это подтвердить. Да-да-да, ты действительно всем здесь управляешь. Итак, у нас есть три момента, которые я хочу, чтобы вы запомнили. Первое — это то, что ночь, которую создаёт Всевышний, всегда идёт перед днём, который создаёт человек. То есть эмуна идёт перед едидом, перед пониманием, перед знанием. Второе — это то, что всё, что происходит с человеком в жизни, происходит для него, для того, чтобы он смог вырасти из этой ситуации, для того, чтобы он смог окрепнуть, чтобы он мог стать сильнее, для того, чтобы он смог перейти в какое-то новое качество себя как человека. Вот. Значит, происходит для него. Всевышний, когда с человеком что-то происходит, вы должны знать, что Всевышний в этот момент вами активно занимается и непосредственно даёт вам какие-то уроки. Самое ужасное — это прийти в ситуацию и не вынести из неё ничего. Задача наша, заходя в ситуацию, выйти из неё на порядок выше, чем мы заходили, вынести какой-то урок из каждой ситуации. И третье — это то, что наша какая-то ультимативная задача каждого — это короновать короля в этом мире. Все эти три действия они улучшают и бустят, увеличивают наше качество эмуны, наше качество веры и полагания на Всевышнего. То есть выделение у себя в сознании места на то, что вообще не всё от нас зависит, а есть Всевышний, он распоряжается, наша задача — делать максимум того, что мы можем. Вот. Однако все результаты и всё будет от Всевышнего. Теперь вы, скорее всего, знаете о том, что у нас наверху в небесах есть множество разных ворот, через которые слова человека могут попадать наверх. И когда существовал храм, эти ворота были открыты. И когда храм был разрушен, все ворота были закрыты, кроме одних. И что это за ворота? Это ворота слёз. Когда человек плачет, это совершенно волшебное, просто даже, я бы сказала, магическое свойство человеческих слёз проходить сквозь эти двери. Ворота слёз всегда открыты. Когда человек начинает плакать, поэтому не дай бог вам довести какого-то человека до слёз, мужья должны быть очень осторожны со своими жёнами, чтобы не заставить их плакать, потому что эти ворота, друзья, всегда открыты. Женщина начинает плакать, начинает плохо думать, начинает плохо всё в жизни организовываться. Она начинает смеяться, начинает у вас в жизни всё выравниваться, и всё становиться хорошо. Теперь. Есть инструмент, который не просто проходит сквозь эти ворота, а который убирает эти ворота. И этот инструмент называется благодарность. Теперь вы знаете, что слёзы — это очень мощно, это очень сильно. Мы, когда плачем, вот скажем так, когда плачут евреи, у которых есть уже некоторый уровень управления своими эмоциями, он уже там доразвивался до такого состояния, мы стараемся плакать, имея в виду какую-то очень высокую цель. Даже если я плачу, потому что мне условно кирпич упал на ногу или какая-то произошла со мной ещё трагедия, меня кто-то обидел, начиная плакать. Как только у меня начинают течь слёзы, я начинаю думать, что я плачу, допустим, из-за того, что был разрушен храм и до сих пор не построен третий. Почему? Потому что слёзы имеют огромную силу, но ещё большую силу имеет благодарность. Имеет благодарность, когда мы благодарим Всевышнего заранее, когда мы благодарим за то, что уже произошло, а также за то, что мы хотим, чтобы оно произошло. Таким образом, это называется, что мы соединяемся с Наивысшим Светом, особенно когда мы делаем это в радости. То есть не когда мы благодарим, стиснув зубы, спасибо, конечно, за то, что ты это сделал, а когда мы при этом испытываем некоторое действительно в сердце чувство радости от осознания, понимания того, что очень много в жизни делается для нас, очень много нам даётся. мы это всё не заслужили, а это всё подарки для нас. Вот. Хорошо. Теперь есть четыре понятия. Благодарность, эмуна, принятие и подчинение. Они все стоят на одной параллели, потому что, когда человек благодарит, это значит, что у него всё хорошо с эмуной, то есть с полаганием на Всевышнего. Он понимает, что всё, что происходит, хорошо ли, плохо ли, происходит от Всевышнего. Дальше принятие, то же самое. Ты принимаешь ситуации, они тебе нравятся, они тебе не нравятся, ты можешь там… Многие люди начинают думать, что если бы они были богами, конечно, бы всё по-другому сделали, гораздо лучше. Вот. Но принятие состоит в том, что ты понимаешь, что есть Всевышний, который знает, что он делает. Он гораздо лучше менеджер, чем мы, и нам лишь стоит просто ему довериться и подчиниться. Вот это вот подчинение, это качество тоже достаточно высокого порядка, не всем легко дающееся, но если вы попробуете в себе поразвивать эти качества, вот даже с помощью этого упражнения, которое мы проговорили сегодня, где вы выписываете что-то, что за сегодняшний день, каждый день каких-то пять вещей, за которые вы благодарны, и ваша реакция на эту благодарность. Значит, человек тренирует в себе борьбу с такими качествами, которые противоположны благодарности ему, не принятию. А что это за качества противоположные? Это, например, эго, это, например, резистанс, то есть отторжение, отторжение, когда человек всему сопротивляется и всегда против, и оттуда же идёт высокомерие. Я лучше знаю, если бы Бог мне не мешал, вот вообще бы не вмешивался, так у меня бы в жизни проблем не было, могут думать некоторые люди. Вот если бы, Боже, пожалуйста, только не влазь, и тогда вот с этим вот парнем всё у меня будет хорошо, только, пожалуйста, сейчас ничего, Боженька, не испорть. Да, некоторые с этой девушкой, сейчас у меня всё получится, Господи, просто отвернись и не смотри, не сглазь. Без тебя сейчас всё срастётся. Значит, этот маршрут нас не возьмёт к исполнению наших заветных мечт, и не возьмёт нас к исполнению наших заветных желаний, и не возьмёт нас к исполнению того, чего мы хотим, а возьмёт нас туда благодарность, потому что благодарность это освобождение Шхины. Мы сейчас говорим о том, что Шхина, да, вот был Сферата Омар, был праздник Шавуо, дарования Торы. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день Шхина, божественное присутствие, находится в изгнании, и всё, что сейчас, вот вы пишете здесь в комментариях некоторые, очень сильно недовольны Всевышним. Всё делает не так, кому-то очень недодал в жизни. Это побочный эффект, мы это ощущаем в этом мире, да, как проблемы, болезни, войны. В духовном мире это означает изгнание Шхины. Шхина, божественное присутствие, как бы ушла, ушло, ну, вообще ушла, это женского пола, божественного, это тип божественного присутствия женского пола. И что в состоянии вернуть Шхину в благодарность? Поэтому это называется наивысшей формой света, потому что она взаимодействует с наивысшей формой света. Простая человеческая благодарность просто, когда вы говорите большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни, за всё, что ты для меня делаешь, за то, что у меня есть это, это и это, за то, что я живу, дышу, за то, что я такой, какой я есть, за то, за людей, которые меня окружают, за возможности, которые передо мной открываются, за моих учителей, за моих учеников, за моих детей, за то, за всё, за пятое-десятое, за те сложные ситуации, которые ты мне даёшь, потому что из них я могу вырасти, за то, что ты мне даёшь силы, даёшь ситуацию сложную, но и даёшь силы преодолеть эту ситуацию, даёшь людей, которые могут дать правильные советы. Спасибо тебе, что ты ставишь меня в ситуации, из которых мне приходится искать решения, искать исправление себя, исправление ситуации, и тем самым менять этот мир в лучшую сторону, менять себя в лучшую сторону, не буксовать на месте, не стагнировать, а постоянно находиться в каком-то росте и в развитии за то, что твой взгляд всегда находится на мне, и твоя любовь, которую я там чувствую, всегда находится на мне, и я очень желаю, чтобы ты это чувствовал от меня точно так же, как я это чувствую от тебя. И вот этот тип благодарности, это вы делаете работу, работу самую ювелирную в этом мире. Говорит Рабинатан, ученик Рабина Ахмана, о том, что, смотрите, литовское направление это не поддержит, я лишь скажу его мнение. Он говорит, что всю молитву, которую человек должен молиться за день, можно заменить в принципе только благодарностью, и всё будет услышано, потому что когда Всевышний слышит благодарность, раскрываются все ворота, и ваши слова долетают прямо к адресату, и дальше Всевышнему начинает хотеться давать вам обратно. Всё точно так же, как с людьми. Если, допустим, вы что-то делаете для человека, вы что-то делаете для своего ребёнка, и потом внезапно вы услышали от своего ребёнка спасибо. Боже, дорогой, да всё, тебе прощаю, всё, прости всё, что хочешь, и ещё тебе на, ещё сверху. Это вообще услышать спасибо. Я помню, когда-то я, будучи ещё школьницей, своей маме подарила на день медика, она была врачом, розочку. Рыдала у меня дома вся семья, мама, бабушка, всё, по-моему, даже дедушка. Обрыдались все крокодилями слезами. Я подарила цветочек один маме. Все кричали просто дома слово «дождалась». Ты дождалась моей маме. Ну что, ты дождалась? Вот, смотри, ты дожила до этого момента. Ребёнок пришёл, сказал, оценил вообще, сказал спасибо, подарил там цветочек. Это был такой у нас просто национальный праздник. Я помню, я стояла с этой розочкой, не могла понять, что такого происходит. Что я такое сделала? Это же как бы, что я такого сделала? У мамы слёзы градом текли. И кто родитель или кто ребёнок? Друзья, вы это очень можете хорошо представить. Ощущение Всевышнего, мы все для него дети. Как только мы хоть немножко пискнем, хоть чуть-чуть откроем рот в сторону того, что спасибо тебе за то, что ты для нас делаешь. Просто вот, ну не знаю, вот просто спасибо за ту жизнь, в которой я живу, за те возможности, которые у меня есть, за всё. Посыпется град шефа. Шефа — это браха, который включает в себя абсолютно всё. Говорит Раби Аруш о том, что иногда мы молимся, и мы так увлечены нашей молитвой. Ну реально, вот так мы какую-то мысль толдочим, толдочим. Вот реально хотим, о чём-то просим, просим. Кто-нибудь, кто одинокий просит, я хочу замуж, мне уже пора, дорогой Всевышний. Ты что, не помнишь, сколько мне лет? Нет, пожалуйста, быстрее, скорее. Да все подруги уже там замуж вышли. У них уже все, даже там половина из них развелась. Уже там дети у всех. Почему я, там парни, то же самое. Где моя единственная суженая ряженая? Уже тут я программистом работаю. Я уже на сёрфингом занимаюсь. Уже я себе накачал всё, что мог. Где эта прекрасная просто принцесса, ради которой я так всё тут стараюсь? Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Пишет, говорит Раби Шалом Аруш о том, что, скорее всего, ваша молитва уже давным-давно отвечена. И всё, что вам нужно, уже на небесах вам выделено и ждёт. И ждёт чего? Ждёт вашей благодарности Всевышнему за то, что вы оказались в такой ситуации, в которой вам пришлось вырасти над собой, в которой вам пришлось пройти какой-то путь, пройти путь, где вам пришлось, возможно. Потому что Всевышний пытается создать ситуации, в которых мы увидим, что нам придётся полагаться на него, где мы сами ничего не можем сделать. Это ситуации, все, которые касаются, я не знаю, здоровья, личной жизни. Там, где мы, иногда ты чувствуешь, что ты влияешь на ситуацию, хотя тоже всё относительно. Но иногда ты чётко чувствуешь, что ты не влияешь. И всё, ты вынужден обращаться только… У тебя есть только один адрес, по которому ты можешь обратиться, сам Всевышний, и ты начинаешь к нему обращаться. И Всевышний пытается создать такую ситуацию, в которой мы будем вынуждены это сделать, потому что это меняет каждого из нас и меняет этот мир в лучшую сторону. Значит, мы, запомните, мы должны быть благодарны за те челленджи, за те испытания, за те упражнения, которые Всевышний нам подбрасывает. Хорошо? Недостаточно просто просить о чём-то, нужно ещё понимать, что мы о чём-то просим. Как это сейчас я вам объясню? Ну, допустим, я вам приведу свой личный пример, который не уникальный. Я этого вижу очень много вокруг, поэтому просто вот вы меня видите, и вам будет легче воспринять. Но таких примеров очень много. Допустим бы, я вышла замуж в 18 лет или в 20 лет, да? И не было бы этого времени всего, которое… Сначала я думаю, почему это не происходит, почему то, сё, может, я недостаточно хороша, давай-ка, да? Многие так думают, недостаточно. Давай-ка я собой займусь. Там начинаешь ты внешне, внутренне, ты пытаешься эволюционировать, ты пытаешься постоянно стать лучше, то ещё тут подтяну, ещё здесь подтяну, ещё… Короче говоря, люди, которые… Некоторые люди так борются, допустим, за работу, да? Пытаются тоже, хотят какую-то работу, начинают… Не получается что-то. Они начинают… Один навык, второй, третий, там познакомились с кем-то, что-то пошли, где-то ещё выросли, где-то ещё себя натренировали на что-то, где-то ещё какие-то новые освоили навыки. То есть это получается… Даже в иудаизме есть такое понятие, как «дерех лахупа», то есть «дорога к хупе». Дорога к хупе у многих это путь неистового личностного роста, потому что ты хочешь… Во-первых, ты понимаешь, что если ты, допустим, условно зелёный огурец, то есть всё, сильно многое из себя не представляешь, твои попытки познакомиться с кем-то, кто многое из себя представляет, рано или поздно сведутся на нет, потому что если ты зелёный огурец, тебе подойдёт зелёный помидор. И не будет. Но это только в сказках про золушку, что ты ничего из себя не представляешь, метишь на человека, который интеллектуально, не знаю, там, духовно, эмоционально очень развит. Ему с тобой будет неинтересно. Даже если у тебя красивая мордашка, вы познакомитесь, но дальше ему будет с тобой неинтересно. Хорошо? То есть ты понимаешь, что если ты хочешь себе для жизни человека, который находится на определённом уровне, тебе нужно самому себя взять на этот уровень, и ты начинаешь идти дорогу, которая называется Дерехлахупа. То есть ты начинаешь, это дорога интенсивного роста, это дорога, где ты пытаешься стать лучше в каждом аспекте самого себя. И, возможно, если бы тебе была дана ситуация, где ты встретил своего суженного ряженого в школе, в старших классах, например, как словно мои родители были одноклассниками, они ни один, ни второй не проходили тот путь, который, допустим, прохожу я. И можно было бы мне сидеть и страдать каждый день, и думать, и ругаться, и говорить Всевышний, «В чём дело? Я что, недостаточно заповедей соблюдаю? Я тебе, я уже и Тору преподаю даже, уже и книжки тебе перевожу, и уже учусь там в Яшиве, и уже то и дело. Почему? Где? Что?» Вместо этого можно говорить «Ты знаешь, чего я хочу, однако я благодарна за ту ситуацию, в которой я имела возможность стать там кем-то, да? Это не то, что маршрут окончен, не то, что маршрут окончен, ты находишься на треке, но ты благодаришь за ту ситуацию, в которой тебя, это вынуждено, в которой тебя вынудили всё время идти вперёд, тебя вынудили всё время пытаться эволюционировать, всё время пытаться добиваться чего-то большего. У людей есть разные амбиции, разные какие-то ещё идеи, чего им в жизни хочется, и не получается. И вот в момент, когда у вас не получается, подумайте о том, что это уникальная возможность, и будьте благодарны за эту возможность. Вы, когда посмотрите назад, кем вы были раньше, я понимаю, если бы я, допустим, условно вышла замуж в 20 лет, за кого бы я вышла замуж, кем я была, кто бы был этот человек, что бы это была за пара, что бы я вообще делала в этом просто браке, не знаю, что я могла дать второму человеку, ничего, у меня ничего не было. И, ну, да, был бы какой-то совместный рост, в какую сторону, это было бы совершенно не какое-то осознанное решение на тот момент. Сегодня я уже четко, гораздо, гораздо более четко понимаю, что я хочу, чтобы мне давали, что я хочу давать в эти отношения, что у меня есть, с чем я иду, какие, да, то есть как я могу сделать счастливым второго человека. То есть это все приходит через интенсивную работу над собой, которую создает нам Всевышний для этого все условия и имеет смысл быть за это благодарным. И говорится, ну, он приводит Шалумаруш историю о том, что был некоторый отец, у этого отца было три дочери, и он не мог выдать их замуж, эти три дочери. Этот отец там уже рвал на себе волосы и метался от одного кэвера к другому, от одной могилы праведника к другому, на всех могилах праведника молился, все там, значит, все уже там делал, и был ему ответ о том, что ты не благодаришь за ситуацию, в которой ты оказался. Ты поперся сейчас по всем кэверам, ты молился там, где, может быть, ты в жизни бы туда не доехал, ты вспомнил все слова, ты присоединил себя максимально ко Всевышнему, но у тебя в сердце такая тоска и печаль, посмотри, как бы поблагодари за ту ситуацию, в которой ты оказался и получи наконец-то все то, что ты уже давным-давно вымолил и выпросил. Поэтому такой вам в жизни лайфхак, дорогие друзья. если вы хотите получить результат, если вы хотите получить результат, благодарите за ситуации, благодарите за абсолютно вот за все, что вы можете придумать, благодарите, благодарите вслух. Есть такие, есть псалом, мизмор ли то да, допустим, да, сотый, пожалуйста, псалом благодарности, есть отдельные такие прикольные, очень написанные какими-то умными тексты благодарности где где как раз ты благодаришь за то что за то что спасибо за все что ты мне даешь спасибо что мне иногда тяжело спасибо за это через это я расту спасибо за да за то что ты мне даешь силы спасибо за то что ты мне даешь желание двигаться дальше возможности двигаться дальше, за то, что каждый день ты открываешь мои глаза для нового дня. Вот. Так что, дорогие друзья, Безрат Ашем, благодарность — это один из самых мощных инструментов для того, чтобы, во-первых, бороться со своим Яцерарап. Там, где есть благодарность, это вы кладёте просто в нокаут своего основного противника, да, то есть ту силу деструктивную, которая есть абсолютно у каждого человека, неважно, он цадик или простой человек, и чтобы у нас у всех с вами были успехи в такой дисциплине, как благодарность, успехи в том, чтобы мы могли действительно искренне открывать своё сердце перед Всевышним и искренне видеть то хорошее, что Он для нас делает, не быть людьми, которые не видят дальше своего носа, не быть людьми, которые судят, ну, если чего-то не понимают, значит, это неправильно. Стараться помнить о том, что мы все здесь для того, чтобы сделать над собой Всевышнего своим королём. Вот. Всем, пожалуйста, хорошего, хорошей недели, хороших новостей, и до новых встреч в разных других эфирах. Всем пока-пока. Bye.